Внештатная ситуация. Почему бунтует Техас и грозит ли США гражданская война? Американские СМИ уже неделю пишут о бунте Техаса, конституционном кризисе и даже об угрозе гражданской войны в США. Власти Техаса заявили о вторжении нелегальных мигрантов, конституционном праве на самооборону, а также неспособности президента Джо Байдена защитить американский народ. Техасские гвардейцы отказались пропускать границы сотрудников Федеральной пограничной службы, а губернатор штата Грег Эббот заявил о готовности к конфликту с Вашингтоном. Что касается Белого дома, то за неделю оттуда не прозвучало ни одного конкретного предложения по регулированию ситуации. В то же время на стороне Эббота выступили экс-президент Дональд Трамп и губернаторы-республиканцы 25 американских штатов. И судя по опросам общественного мнения, большинство американцев готовы поддержать мятежного губернатора. Плохие парни и опиоидная эпидемия. Что предшествовало техасскому бунту? Проблема нелегальной миграции для США не нова. Остановить поток мигрантов через южную границу с Мексикой пытался предшественник Джо Байдена, республиканец Дональд Трамп. При Трампе в стране была объявлена политика нулевой терпимости, согласно которой все взрослые, незаконно въехавшие в США, подвергались уголовному преследованию. При этом детей нелегальных мигрантов передавали на попечение Минздраву и социальным службам, размещая в специальных центрах содержания. Политика нулевой терпимости вызвала острую критику не только в самих США, но и со стороны международных правозащитных организаций и ООН. Однако Трамп был настроен решительно. Для защиты американцев от наркоторговцев и плохих парней, экс-президент начал строить бетонный забор на границе США с Мексикой. Высота стены должна была составлять около 15 метров. Стоимость проекта изначально оценивалась в 10 миллиардов долларов. Позже эта сумма возросла в 7 раз. При этом Трамп полагал, что за строительство стены должно заплатить мексиканское правительство. Однако завершить строительство забора Трамп не успел. Его преемник на посту президента США Джо Байден отказался от политики нулевой терпимости и отменил ряд иммиграционных инициатив эпохи Трампа. Под отмену попала и стена на южной границе. Правда, позже администрация Байдена все же разрешила достроить стену, но только в штате Аризона. В штате Техас, который имеет самую протяженную границу с Мексикой, строительство стены так и не было завершено. В Белом доме неоднократно подчеркивали, что Байден принял решение смягчить миграционную политику и соображение гуманности. Однако за последние три года американские власти так и не смогли предложить альтернативные меры для борьбы с нелегальной миграцией. Скорее наоборот, действия администрации Байдена способствовали увеличению притока мигрантов. Так, американские власти приняли решение о том, что ежемесячно до 30 тысяч граждан Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы смогут въезжать в США сроком на два года с правом на работу, если в Соединенных Штатах есть лица, обладающие правом их приглашать. Кроме этого, США увеличили квоту беженцев из стран западного полушария, которых они готовы принять в 2023-2024 финансовых годах. В результате поток людей, незаконно пересекающих американскую границу, достиг небывалых масштабов. Так, в декабре 2023 года со стороны Мексики в США прибыло 225 тысяч нелегальных мигрантов. Это рекордный показатель с 2000 года. В общей сложности за время президентства Байдена в США прибыло около 4 миллионов мигрантов. И это лишь официальные данные. Ситуация усугубляется тем, что вместе с мигрантами на территорию США попадает оружие и наркотики. В американских СМИ неоднократно писали, что в Соединенных Штатах разразилась опиоидная эпидемия. Каждый год ее жертвами становится около 100 тысяч жителей страны. Только в 2022 году полиция Техаса изъяла на территории штата свыше 385 миллионов смертельных доз опиоида фентанила, который завозится в США преимущественно из Мексики. По словам губернатора Техаса Грега Эббота, такого объема хватило бы, чтобы убить все население Соединенных Штатов. Этого достаточно, чтобы убить каждого мужчину, женщину и ребенка в Америке, заявил Эббот. Виновником опиоидной эпидемии, как и в целом миграционного кризиса, по мнению Эббота является никто иной, как действующий президент США. Губернатор Техаса неоднократно указывал на неспособность Байдена обеспечить безопасность государственной границы и защитить собственных граждан. Бездействие Вашингтона побудило Эббота принять ряд самостоятельных решений по защите Техаса от нелегальной миграции. Однако в Белом доме такое самоуправство не оценили. С доставкой в столицу. Как власти Техаса делились мигрантами? Протяженность границы между США и Мексикой составляет более 3,1 тысяч километров. Из них около 2 тысяч километров приходится на Техас. Власти штата прекрасно понимали, что обеспечить безопасность границы и остановить неконтролируемый поток нелегальных мигрантов с территории Мексики своими силами будет непросто. Поэтому поначалу Эббот пытался убедить федеральные власти в необходимости укрепить границу. Просил выделить на эти цели финансирование, обращался в суды. Параллельно с этим губернатор Техаса предпринял ряд провокационных шагов, которые вызвали в США далеко неоднозначную реакцию. В частности, Эббот начал организовывать для мигрантов бесплатные рейсы до Вашингтона. Первые автобусы с мигрантами отправились в столицу в апреле 2022 года. Чтобы федеральные власти по достоинству оценили такой креатив, Эббот отправил два автобуса прямиком к резиденции вице-президента США Камалы Харрис. У дверей Харрис высадилось около ста человек, незаконно попавших на территорию США из Венесуэлы, Колумбии, Мексики и Уругвая. Вслед за Вашингтоном автобусы с мигрантами начали прибывать в Нью-Йорк и Чикаго. Инициативу Эббота поддержали губернаторы Аризоны и Флориды. Для южных штатов, которые несут основное бремя миграционного кризиса, выдворение мигрантов в тот же Вашингтон или Нью-Йорк поближе к федеральным властям стал своеобразной акцией протеста. Однако нашлось немало тех, кто выступил с осуждением подобной практики. Комиссар Нью-Йорка по вопросам миграции Мануэль Кастро заявил, что губернатор Техаса обращается с мигрантами словно со скотом. Он обратил внимание, что на людей против их воли надевают браслеты со штрих-кодами. Кастро пояснил, что власти Техаса избавляются от мигрантов, покупая им билеты на автобус и отправляя людей в другие американские штаты. Штрих-коды на браслетах содержат сведения о мигрантах, а также их добровольное согласие на выезд из Техаса. Сам Эббот, комментируя информацию о массовой отправке мигрантов в штаты Нью-Йорк и Вашингтон, заявил, что таким образом он защищает государственную границу, в то время как администрация американского лидера Джо Байдена в данном вопросе ничего не предпринимает. На фоне массового прибытия мигрантов из Техаса и Аризоны, власти Вашингтона заявили о гуманитарном кризисе и запросили помощи национальной гвардии и администрации Байдена. Однако в Минобороны США отказались предоставить поддержку штату. Забили тревогу и в Нью-Йорке. С весны 2022 года по сентябрь 2023 в мегаполис прибыли более 110 тысяч мигрантов. Мэр города Эрик Адамс заявил, что центры содержания мигрантов переполнены, и если ситуация не разрешится, то людей придется размещать в Центральном парке на Манхэттене. По словам Адамса, миграционный кризис может разрушить Нью-Йорк. В связи с этим мэр города обратился за помощью к Белому дому. Однако администрация Байдена в очередной раз самоустранилась. Тем временем власти Техаса начали переправлять мигрантов в другие штаты не только автобусами, но и самолетами. Первый такой рейс был выполнен в конце прошлого года. Самолет, на борту которого находились более 120 мигрантов, был направлен в Чикаго. На этой неделе Техас вывел операцию «Одинокая звезда» на новый уровень. Я подписал новые исторические законы, которые помогут защитить наш штат и нашу нацию от безрассудной политики открытых границ Байдена. Техас расширил деятельность, включив в нее рейсы в Чикаго, написал Эбботтс в соцсети Икс. В общей сложности с 2022 года из Техаса были вывезены более 100 тысяч нелегальных мигрантов. Наряду с отправкой мигрантов в другие штаты, власти Техаса приняли ряд экстренных мер по усилению безопасности. «Я применил соответствующие положения Конституции США и штата Техас, чтобы принять беспрецедентные меры для защиты нашего штата от вторжения», заявил губернатор в ноябре 2022 года. Эбботт сообщил, что на границе Техаса будут размещены бойцы Национальной гвардии США и сотрудники Департамента общественной безопасности штата, которые займутся выявлением, задержанием и выдворением нелегальных мигрантов, а также возведением дополнительных защитных сооружений, патрулированием рек и озер с использованием несущих вооружение катеров. В феврале 2023 года власти Техаса возобновили строительство стены вдоль границы с Мексикой. Техас строит собственную пограничную стену, сообщил Эбботт. Проект пограничной стены разрабатывался в течение нескольких месяцев. Стоимость контракта со строительной компанией оценивается в 167 миллионов долларов. Летом прошлого года власти Техаса начали устанавливать заграждения вдоль реки Рио-Гранде, вдоль которой проходит граница между США и Мексикой. По словам Эббота, установка заграждений планируется в рамках мер по усилению охраны южной границы. Барьер призван защитить Техас от наплыва мигрантов, а также от воза оружия и наркотиков из Мексики. Само управство Техаса все же не осталось незамеченным. Администрация Байдена заявила, что власти штата вмешиваются в вопросы иммиграционного и пограничного контроля, которые находятся в федеральном ведении. Вопрос был вынесен на уровень Верховного суда, который на минувшей неделе вынес решение в пользу федеральных властей. Согласно постановлению суда, пока ведется судебное разбирательство, патрули пограничной службы имеют право убрать проволочное ограждение длиной около 48 километров на американо-мексиканской границе в Техасе. Однако власти Техаса решению суда подчиниться отказались. Национальная гвардия штата взяла под контроль один из приграничных участков в городе Игл-Пас, заблокировав доступ к границе сотрудникам федеральной пограничной службы. Министерство внутренней безопасности потребовало от властей Техаса обеспечить доступ к границе агентам федерального пограничного патруля. Соответствующее письмо было также направлено генеральному прокурору Техаса Кену Пакстону. Однако генпрокурор ответил отказом. Более того, власти Техаса дали понять, что намерены не только сохранить соответствующее ограждение, но и построить новое. Так вице-губернатор Техаса Дэн Патрик пообещал протянуть колючую проволоку вдоль всей границы штата с Мексикой. Вторжение и право на самооборону. Как Техас противостоит федеральным властям? То, что сегодня происходит в Техасе, это фактически противостояние нацгвардии штата и федеральных агентов. Эбот не зря использует слово «вторжение», говоря о проникновении нелегальных мигрантов. Ведь вторжение подразумевает право на самооборону, которое, по сути, и реализует власти Техаса. То есть действия губернатора Техаса можно рассматривать как исполнение его конституционных полномочий. «Неспособность администрации Байдена выполнять свои обязанности привела к тому, что мы оставляем за собой право на самооборону. Поэтому я объявил о вторжении», — говорится в заявлении Эботта. По словам губернатора, Техас имеет конституционное право на защиту южной границы. «В отсутствие президента Байдена мы будем держать оборону, чтобы обеспечить безопасность техасцев и американцев», — говорит Эботт. Как отмечает издание New York Post, аргументы Эботта верны не только с моральной точки зрения, но и с юридической. Пытаясь защитить Техас, губернатор принимает меры для сдерживания мигрантов. Другими словами, он делает то, что должен был сделать Байден, как президент США. «Поскольку Конституция дает штатам право на самооборону, Эботт объявил о вторжении и использовал конституционные полномочия для реализации данного права», — пишет New York Post. Слово «вторжение» использует и генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон. По его словам, на кону стоит суверенитет США. Временное постановление Верховного суда позволяет Байдену продолжать свои незаконные усилия по содействованию иностранному вторжению в США. «Уничтожение пограничных барьеров в Техасе не поможет соблюдать закон или защитить американских граждан. Эта борьба еще не окончена. Я с нетерпением жду продолжения защиты суверенитета нашей страны», — заявил Пакстон. Вице-губернатор Техаса Дэн Патрике вовсе называет Байдена угрозой. «Президент Байден угрожает Техасу, поскольку мы выполняем работу по обеспечению безопасности границы, а он нет. Мы имеем право защищать наш штат и страну», — говорит Патрик. При этом он отмечает, сколько бы федеральные власти не пытались перерезать колючую проволоку на границе, техасцы будут продолжать восстанавливать ограждения. Власти Техаса также обращаются к социологическим опросам, которые показывают, что мнение американского общества на стороне Южного штата. Почти 70% американцев поддерживают возведение Техасом заграждений на границе, чтобы не допустить пересечения границы нелегальным мигрантам. В том числе 53% решительно поддерживают эту акцию. Только 27% не согласны. «Я буду продолжать бороться за американцев и за самооборону Техаса», — написал Эбботт в соцсете X. При этом губернатор заявляет, что готов к возможному конфликту между Техасом и федеральными властями. «Если это маловероятное событие все же произойдет, мы будем готовы и дальше делать то, чем занимались на протяжении последнего месяца, а именно возводить барьеры. Я думаю, все разрешится к 20 января следующего года, когда, я надеюсь, к присяге будет приведен новый президент, который ужесточит иммиграционные законы для всей страны, не только по отношению к границе Техаса», — заявил Эбботт, вероятно подразумевая приход к власти Трампа. Страна умирает, а Байден атакует Техас. Кто выступил в поддержку Эбботта? Губернатора Техаса поддержали его коллеги-республиканцы из 25 штатов США. На минувшей неделе они опубликовали совместное заявление, в котором признали конституционное право Техаса на самооборону. Президент Байден и его администрация сделали американцев и нашу страну полностью уязвимыми для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов через южную границу. Вместо того, чтобы поддержать верховенство закона и обеспечить безопасность границ, администрация Байдена атаковала Техас и подала в суд на штат за принятые меры по защите американских граждан от исторически высокого уровня нелегальной миграции, смертоносных наркотиков, таких как фентанил, и террористов, проникающих в нашу страну, говорится в документе. В заявлении губернатора выражают поддержку Эбботу в его решении использовать все доступные инструменты и стратегии, включая ограждения с колючей проволоки, для обеспечения безопасности границы. «Мы делаем это отчасти потому, что администрация Байдена отказывается обеспечить соблюдение уже действующих миграционных законов». Авторы Конституции США ясно дали понять, что в такие времена штаты имеют право на самооборону. «Поскольку администрация Байдена отказалась от своих конституционных обязательств перед штатами, у Техаса есть все юридические основания защищать суверенитет наших штатов и нашей нации», говорится в заявлении. Губернаторы штатов Флорида и Оклахома Род де Сантис и Кевин Стид и вовсе заявили о готовности направить в Техас бойцов Нацгвардии, если такая помощь потребуется. При этом они сообщили, что находятся в постоянном контакте с губернатором Эбботом. Между тем, по данным телеканала Fox News, коллективное письмо Байдену направили генеральные прокуроры 26 республиканских штатов. В письме говорится о праве Техаса на защиту. Это вторжение, а штаты должны иметь возможность защищать себя от вторжения, говорится в послании. Со словами поддержки в адрес Эббота и резкой критикой администрации Байдена выступил Дональд Трамп. «Байден подстрекает к массовому вторжению миллионов нелегальных мигрантов США. Вместо того, чтобы бороться и защищать нашу страну от этого нападения, Байден, что невероятно, борется за то, чтобы связать руки губернатора Грегу Эбботу», написал Трамп в соцсети True Social. Трамп также призвал другие американские штаты оказать содействие Эбботу в защите границы. Он отметил, что нынешняя ситуация на южной границе стала оружием массового разрушения страны. При этом экс-президент повторил свою известную фразу о том, что Америка катится в ад. В этой связи он отметил, что из-за массового наплыва мигрантов в США могут произойти теракты. «Наша страна катится в ад из-за некомпетентных или плохих людей. Террористы стекаются со всего мира. И существует стопроцентная вероятность того, что в Соединенных Штатах произойдет крупнотеррористический акт, или терактов может быть много», — приводит слова Трампа ТАСС. Трамп также назвал южную границу Соединенных Штатов большой кровоточащей раной, из-за которой страна умирает. Опасения по поводу будущего страны выразил конгрессмен Клей Хиггинс. По его мнению, США может грозить гражданская война. «Я думаю, что федералы развязывают гражданскую войну, а Техас должен стоять на своем», — написал Хиггинс в соцсети X. Тема гражданской войны в последние дни широко обсуждается в американских СМИ и социальных сетях, особенно в свете призыва Трампа губернаторам других штатов помочь Эбботу. Демократы уже начали обвинять экс-президента к подготовке к бунту и желанию повторить штурм Капитолия. Между тем, когда журналисты Fox News спросили у вице-губернатора Техаса, может ли нынешний конфликт вылиться в гражданскую войну, тот ответил уклончиво. «Мы считаем, что по Конституции мы правы. У нас есть право защищать наших граждан. У нас есть право защищать эту страну, и мы просто делаем свою работу», — сказал Дэн Патрик. При этом он добавил, что Техас не хочет конфронтации с администрацией Байдена. В поддержку Эббота выступила Ники Хейли, которая намерена побороться за пост президента США от республиканской партии. Она заявила, что Белый дом мешает губернаторам штатов обеспечивать безопасность своих граждан. Эббот прав. У штата Техас есть полное право на самозащиту и на защиту своих границ. «Совершенно нелепо, что Джо Байден пытается не позволить губернаторам делать все, что в их силах, чтобы защитить своих граждан», — написала Хейли в соцсети X. С критикой в адрес Байдена выступил американский бизнесмен Илон Маск. «Техас абсолютно прав. Эта администрация осознанно нарушает закон, потворствуя нелегальной миграции в беспрецедентных масштабах», — заявил Маск. Чрезвычайные полномочия для президента. Что говорят в Белом доме? В Белом доме ситуацию на границе комментируют крайне скупо. Конкретных шагов по разрешению кризиса до сих пор никто не предложил. Президент США лишь заявил о прогрессе в урегулировании кризиса. По его словам, законодатели уже два месяца работают над законопроектом по обеспечению безопасности на границе. Однако какие конкретно меры предусматривает документ, Байден не сообщил. Он лишь заявил, что в случае принятия этот документ даст президенту чрезвычайные полномочия закрывать границу, если она перегружена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга для журналистов заявила, что власти Техаса лишь усугубляют кризисную ситуацию на южной границе. «Пограничному патрулю нужен доступ, чтобы выполнять свою работу. Действия со стороны губернатора Эббота все усложняют», — сказала Жан-Пьер. Представитель Белого дома также заявила, что федеральный закон стоит выше законов штата. Поэтому власти Техаса обязаны выполнить постановление Верховного суда. При этом Жан-Пьер не смогла ответить на вопрос, может ли Байден принять юридические решения, которые позволят ему подчинить Нацгвардию Техаса. Ранее представитель демократической партии Хоакин Кастро призвал Байдена взять Национальную гвардию Техаса под федеральный контроль, если Эббот откажется следовать решению Верховного суда. Губернатор Грег Эббот использует Национальную гвардию Техаса, чтобы чинить препятствия и создавать хаос на границе. «Если Эббот игнорирует решение Верховного суда, президенту Байдену необходимо прямо сейчас установить единоличный федеральный контроль над Национальной гвардией Техаса», — заявил конгрессмен. Отсутствие жесткой реакции со стороны администрации Байдена в целом понятно. «Техас, как говорил бывший губернатор штата Рик Перри, уникальное место, весьма независимое по своему духу. У нас великая страна, и у нас нет ни одной причины распускать наш союз. Но если Вашингтон продолжит цевать нос в дела народа США, понятно, какой может быть итог всего этого», — отмечал Перри, рассуждая о возможности выхода Техаса из состава США. Так называемые борцы за независимость Техаса утверждают, что территория штата была незаконно аннексирована Вашингтоном и сейчас находится под его оккупацией. Для подогрева сепаратистских настроений в Техасе использовались куда менее громкие поводы, нежели нынешний конфликт на границе. И не стоит сомневаться, что техасские националисты попробуют воспользоваться выбавшей возможностью. К слову, техасское националистическое движение ТНМ уже возобновило свои призывы к созданию независимого государства в Техасе. ТНМ призвала Эббота и законодательный орган штата незамедлительно созвать специальное заседание для обсуждения вопроса независимости Техаса и защиты границы. «На руку Трампу, Киеву на беду!» — что говорят эксперты. Ситуация, которая сейчас складывается в Техасе, беспрецедентно отмечает профессор права в Университете Огайо Сезар Гарси Эрнандес. Для федерального правительства стало обычным явлением политического противостояния со штатами по поводу миграционной политики. Но то, что мы видим в Игл-Пас, необычно. «Я не помню ни одного случая, когда сотрудники федеральных правоохранительных органов столкнулись бы с полицией штата или войсками из-за разногласий по поводу миграционной политики», — заявил профессор в интервью изданию «Тексас Трибюн». Дэвид Койл, юрист в области конституционного права, считает, что спор в Игл-Пас является частью более крупной политической битвы. «Здесь есть нечто большее, чем просто раздраженный губернатор. Это широкая стратегия по изменению баланса сил между федеральным правительством и штатом», — заявил Койл в беседе с изданием «The Independent». Койл сравнил нынешний кризис на границе с ситуацией в 1957 году. Тогда президент США Дуэйд Эйзенхауэр отправил войска в Литтл-Рок, штат Арканзас, чтобы разогнать толпу горожан, которые не пускали в школу чернокожих детей. «Это было очень трудное время. Жаль, что такое происходит снова», — сказал Койл. Профессор конституционного права в Техасском университете Ричард Альберт считает, что последнее слово, вероятнее всего, останется за федеральным правительством. «Согласно Конституции США, федеральное правительство имеет право регулировать вопросы иммиграции, и на этом точка. Это означает, что для штата было бы неконституционно принимать законы или совершать действия, которые идут вразрез с иммиграционным правилом или политикой федерального правительства», — говорит юрист. Однако у Эббета все же есть одна лазейка. Если Техас может доказать, что федеральное правительство полностью отказалось от своих конституционных обязанностей по регулированию иммиграции, то у Техаса может быть шанс в Верховном суде, — сказал Альберт. Противостояние Вашингтона с властями штата Техас отражает уже наступивший в стране конституционный кризис. Данная ситуация также может сыграть на руку Трампа в его предвыборной гонке. Такое мнение выразил в беседе Стас заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов. В Соединенных Штатах уже имеет место конституционный кризис, когда противостоят местные и федеральные власти. Власть штата, в данном случае Техаса, отказывается выполнять решения Верховного суда США. Это действительно конституционный кризис, потому что в соответствии с американской конституцией все ветви власти, включая власть штатов, обязаны выполнять решения Верховного суда, указал эксперт. Он обратил внимание на то, что не только Техас, но еще 25 республиканских штатов фактически выступили против решения Верховного суда. «Это очень серьезная, опасная ситуация, которая пока выражается в конституционном кризисе», подчеркнул специалист. Говоря о влиянии ситуации на предвыборную гонку в США, аналитик отметил, что она уже играет на руку Трампу, который вновь планирует бороться за президентский пост. Трамп, как и все республиканцы, продвигает тезис о том, что администрация Байдена довела ситуацию до нынешнего иммиграционного кризиса. Действительно, беспрецедентное количество незаконных мигрантов проникает на территорию США. Именно Трамп говорит о том, что ни в коем случае нельзя идти на уступки демократам и надо полностью добиваться максимума в пограничном вопросе. Трамп полностью солидаризировался с республиканскими губернаторами, а не с ним в данном вопросе, сказал Суслов. Рассуждая о том, как ситуация в Техасе может повлиять на выделение помощи США Украине, эксперт отметил, что она создает дополнительные трудности для выделения бюджета Киеву, потому что республиканцы уже увязали урегулирование миграционного кризиса с выделением помощи этой стране. Противостояние федеральной и местной власти только усиливает тупик в пограничной проблеме, и это мешает выделить деньги Украине. Представить, что республиканцы в палате представителей проголосуют за выделение энного количества миллиардов долларов Украине без разрешения пограничной проблемы невозможно, подчеркнул собеседник агентства. Отвечая на вопрос о возможности отделения Техаса от США, эксперт обратил внимание на то, что эта точка зрения является непопулярной внутри этой страны. Пока это представляется гипотетической, нереалистичной точкой зрения. Об отделении Техаса не говорят ни губернатор, ни республиканцы, собственно, Техаса. Конституция Соединенных Штатов не допускает возможность выхода из состава США. Эта процедура просто никак не прописана и не предусмотрена нынешней американской конституцией, констатировал специалист.